Субтитры сделал DimaTorzok И внутри вот так вот спрятан там персонаж, его можно там охранить, с этой штучкой можно играться В общем, сейчас я смотрю, ну, мультик уже давно прошел и в некоторых магазинах распродажи идут В этом случае я купил, по-моему, в магазине Дети эту игрушку И она была по распродаже, стоила там в два раза дешевле, чем когда она была вот в новинку совсем Давайте посмотрим, что там внутри и быстренько-быстренько со всех сторон посмотрим А да, с другой стороны мы видим, что здесь есть вот еще остальные персонажи Вот они так выглядят из этой же серии Вот такая вот Тут как бы получается два в одном Не только две фигурки, но еще и два вот этих вот склизких вещества Я не знаю, как правильно написать Их напишите, если вы знаете точное название того, что там будет внутри Давайте же посмотрим, что же там внутри Итак, открываем мультик «Университет монстров» Мне понравился, мне понравился вторая часть, конечно... О, первая часть мне больше нравится, конечно, но и эта часть тоже ничего А вот я, кстати, не знаю, есть ли тут внутри или это отдельно Ну ладно, сейчас посмотрим Вот так мы смотрим на вкладыш На вкладыши... А, вот их сколько! Это, оказывается, там только несколько А на самом деле, вот сколько много всяких разных персонажей из мультика На любой вкус Итак Изначально у нас Майк был вот в этой коробочке должен был быть Точнее, это его, типа, домик, наверное И она выглядит как дверь Помните, из первой части эти двери И здесь вот вроде тоже как такая-то дверь, портал Нет Вот, внутри эта штука Как будто что-то просроченное нам сюда положили Да, есть у меня такое предположение, что это уже могло испортиться, может быть Давно эти игрушки в продаже В общем, вот такая штучка Хотя нет, вроде нормально Такая вот штучка, она вот так вот тянется, рвется И... Какой лизун? Кто это? Воняет Ну, воняет каким-то не ядовитым веществом В отличие от некоторых лизунов И, я не знаю, как-то это надо играть В это можно как-то налепить Нам майка Вот эту вот штуку Вот так Можно мы так поиграть И вот так налепим И отправляем его спать Доброе утро, Майк! Как спалось? Ой, Майк! Ты что? Слишком хорошо погулял вчера, видно Ну, я не знаю Он может давать пять этой штуке Привет, штука! Возможно, это какой-то персонаж, который у них там был Мне еще какой-нибудь Который нам не показали Желейный желток Какой-то такой Вот так Тут он должен, наверное, храниться Это сопля Или какой-то плевок такой желейный Я думал, тут все будет заполнено в этой штуке И там прям можно будет погрузить его Но нет, вот по чуть-чуть Такая вот Микробина Вот такая К столу Кстати, смотрите Он даже как мячик немножко отпрыгивает Классный Прикольный Итак, давайте Майка пока положим И кто же там второй? Секретный персонаж И это Это вот такое вот существо Типа два брата В одном Терри и Терри И У них вот этого вещества, по-моему, побольше Мне так кажется Нет? Мне кажется, что у него тут побольше Вот этой желтой штуки Конечно, доставать ее не очень приятное занятие Она такая холодная И мокрая, что ли Постоянные ощущения Пальцы хотя остаются Вот вроде как сухие Но ощущение Такое не из приятных Я вам скажу Ну ладно И этот больше подходит Ему эта штука больше подходит Вот так вот можно сделать Не остаются на игрушке никаких следов Сделано все Ну нормально так Не супер детализировано Где-то с покрасочкой Вот видите, красочка подтекла Но это такие Больше для развлечения Чем для серьезной какой-то там коллекции Там другие игрушки Это для развлечения И вот его тоже можно Вот в этом наборе две такие дверки зелененькие Что же, конечно, мы сделаем Что? Мы объединим эту слизь Аааа, я понял То есть вы набираете много-много И у вас потом Реально получается Огромный Вот такой шар Слизи Слизь Вот какая Слизь Какая-то Это слизи Причем, ну видите, если ее оставить вот так Она растекается Вот И можно Тут осталось что-то у него за ухом немного слизи И уже вот с этим поинтереснее, наверное, играть Я не знаю, на камеру Вот так вот О, сопля Очень, очень обычная вещь Странная Не знаю, как к этому относиться Нравятся вам такие штуки или нет Но в любом случае, я думаю, детям прикольно Поиграть в это Если это тем более безвредно Я не думаю, что Такие игрушки Вот известной компании Диснея И Пиксар Будут Какие-то токсичные Нет, я думаю, что это 100% безопасная вещь На этом все На этом все Не забываем подписаться На этом все Не забываем подписаться На этом все Не забыв На этом все Не забываем поставить лайк Подписаться на канал И вступить в группу ВКонтакте И про канал с настольными играми не забывайте Ссылка на него в описании Переходим, подписываемся Лайки ставим там тоже Пока-пока Продолжение следует...